Началось селещание с недельной сводки представителя отдела внутренних дел. В дежурную часть поступило 97 сообщений. К административной ответственности привлечено 14 лиц. За нарушение правил дорожного движения к ответственности привлечено 175 человек. На дорогах района зарегистрировано 10 ДТП с материальным ущербом. По линии МЧС значительных происшествий не зарегистрировано. По словам его представителя Флюра Салахова, в целом по республике сложилась тяжелая обстановка с гибелью людей на водоемах. По сравнению с прошлым годом утонувших в два раза больше. Хотел бы сказать, что у нас в республике сложилась очень тяжелая обстановка с гибелью людей на водоемах. По сравнению с прошлым годом практически в два раза людей уже утонуло. Каждый день сводка, как говорится, напоминает для вас сводка с линии фронта. За вчерашний день только пять человек утонуло в республике. Ну и главной причиной того, что это происходит, является употребление купающимися цветных напитков. Флюр Салахов порекомендовал руководителям предприятий учреждений и главам сельских поселений провести с сотрудниками профилактические беседы на эту тему. Лето продолжается и стоят жаркие дни. У нас есть бассейн. Непонятно, почему люди, городские едут на карьеры. Если на бассейне, кажется, все организовано, все есть. Директор предприятия «Водоканал» Айнургимаев сообщил, что резервуары заполняются. По его словам, больших проблем из-за нехватки воды пока нет. Сотрудники абонентского отдела предприятия, которые за выходные обошли дома частного сектора в северо-западной части города, выявили ряд нарушений со стороны жителей. К примеру, в доме по переулку Степнова стоял водяной счетчик с истекшим сроком годности. Прописан один человек. Показания не передавали. Счетчик показывает более 2000 кубометров воды, а это 99 тысяч рублей. Всего выявлено 10 просроченных приборов учета воды, 6 адресов с занижением показаний счетчиков. Жаркая погода отразилась на росте и развитии сельхозкультур. Об этом рассказал начальник производственного маркетинга в отдела управления сельского хозяйства и продовольствия Павлинского района Наиль Галиулин. Жаркая погода отразилась на росте и развитии сельхозкультур. Недобор урожая существенно будет. Хозяйство уже начали акты составлять. Барлига уже списывает наши 300 гектаров. Сейчас будем комиссионно объездить, готовить акты. Возмещение не будет, это еще сложно говорить, потому что у нас население застрахованы. Пока такой службы в районе, в республике, страховщики, они просят очень большие суммы, 70% стоимости урожая. Таких средств нет, как обычно. Надо делать за один месяц до посева, практически вынести взносы. Ну, идет заготовка кормов, сейчас практически уже сена завершается. На сенаж, то, что было, значит, благолепные травы заложили. Сейчас, конечно, ждем корма смесей, последних посевов, там, суданской травы, но они еще не подошли. Обработка паров идет, подготовка к озиму. Айгур Кусанов илмир Башаров, БРТ.